Вести Карачаева, Черкесия 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 Ранения от 100 до 300 тысяч рублей. И случаи гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер. В части, касающейся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением и главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. Редактор субтитров А.Семкин Государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Мурат Тлисов. 18 ноября 2022 года с 9.00 до 18.00 в Управлении ФСП России по Карачаево-Черкесской Республике будет проведен День правовой помощи детям. Для участия в приеме будут приглашены представители Государственного юридического бюро. Лица, нуждающиеся в правовой помощи, смогут обратиться в службу судебных приставов в Республике без предварительной записи. Вместе с тем, Управление ФССП России по Карачаево-Черкесской Республике рекомендует заранее сообщить о своем планированном обращении, чтобы работники управления могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и принять соответствующие меры. По вопросам записи на приемы возможно обратиться по адресу город Черкесск, улица Свободы, 64-ю-1, по телефону 8-878-2-21-56-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия. Этот же день в Управлении будет работать в горячей линии по вопросам оказания правовой помощи детям. Номер телефона 8-878-2-21-56-18. Курорт Архыз лидирует среди популярных направлений для зимнего отдыха на базах. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру выяснил, куда именно собираются отправиться гости зимой следующего года. Лидирует наш курорт. Сюда собираются поехать около 20% отдыхающих. На втором месте базы Подминска – 9% и на третьем месте в Карельской Эйсолле – 6%. В Карачаево-Черкесии скоро появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца года мы их увидим вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам. В Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важное. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карачаево-Черкесии в грантовом конкурсе федерального правительства. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. В регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Черкесске ведется строительство надземного автомобильного переезда протяженностью 658 метров. Новый объект свяжет микрорайон Северный с соединительной дорогой Невиномыск-Домбай-Лермонтов-Черкеск через железнодорожное полотно. Ввод переезда в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Джугутинском районе. Об этом рассказала директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет, книги. Около 100 новых контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. В республиканской столице продолжается обустройство контейнерных площадок. С начала года евроконтейнеры установлены на 97 площадках во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. В прошлом году оборудовали 50 мест для сбора мусора. Место их установки выбиралось с учетом обращений горожан и готовности контейнерных площадок. За их подготовку на придомовых территориях отвечают управляющие компании. Недавно новые площадки установили на улице Роза-Люксембург 7, Демиденко 109, Гагарина 26 и другим адресом. Электронные права доступны в мини-приложении Госуслуги Авто ВКонтакте. Для их использования необходимо зайти в приложение ВКонтакте, во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение Госуслуги и выбрать раздел «Авто». Затем нужно авторизоваться через Госуслуги. Переход на портал и обратно происходит автоматически. В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети. Кроме того, в мини-приложении работает большинство функций Госуслуг Авто. В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаево-Черкесии на передовой. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях. И, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идет про ребят из Карачаево-Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется еще больше людей. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай, граница с республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Дюгуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия. А на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор-Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. Школьники Карачаевой Черкесии принимают участие в четвертьфинале Всероссийской Олимпиады «Умники и умницы», который проходит в эти дни в Останкино в Москве. Это победители Республиканской Олимпиады «Умники и умницы» Карачаевой Черкесии, Мурат Бабоев из гимназии номер 9 Черкеска, Ляна Лепшукова, учащаяся от 13-й гимназии, и Марк Дорохин, представляющий седьмую школу республиканской столицы. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17, в горах местами до плюс 8. В Черкесске без осадков ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 16 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Реклама